здравствуйте с вами кулинар елена левицкая и сегодня мы научимся готовить ореховое молоко и кое-что еще мы будем учиться готовить миндальное молоко чем полезно миндальное молоко его придумали сыроеды веганы не употребляющие животных продуктов в том числе молочным а в нашем здравом питании она будет полезна тем кто недополучает витаминов группы b а это правильный обмен веществ молодость кожи сияющие волосы витамина е это антиоксидант он защищает клетки и также является профилактикой рака полезно тем кто курит миндаль помогает им очистить легким полезным тем у кого слабые сосуды и сердце у кого закисление организма такое молоко полезнее коровьего для женщин с высоким уровнем эстрогена мастопатии и другими гормональными нарушениями так как в отличие от коровьего магазина молока она не содержит гормонов антибиотиков химических добавок тяжелых металлов если молоко из экологически неблагоприятного района по калорийности конечно высоко часто употреблять его не нужно тем кто хочет построить но для тех у кого высокие физические нагрузки а также для мужчин для беременных для детей это очень ценный и питательный продукт ореховое молоко можно пить на завтрак или на перекус можно делать очень вкусную постную кашу с этим молоком без животных ингредиентов например гречка плюс миндальное молоко плюс ложечка растительного масла оливкового подсолнечного или кедрового можно использовать как основу для сыроедного майонеза добавив вместо воды уже известный нам ореховый соус можно добавлять смузи коктейли в супчики с чечевицей овощей вместо сметаны сама по себе жидкость из миндаля получается жирной довольно пресной с легким вяжущим вкусом но если мы добавим в нее немножко морской соли и какой-нибудь подсластитель слегка подогреем не выше 45 градусов получим вкус практически идентичность коровьим молоком но этот продукт не закисляет в отличие от коровьего а ощелачивает организм и так нам понадобится 1 стакан миндаля 1 стакан воды морская соль пряности например корица и какой-нибудь соответственный заменитель белого сахара соль пряности и подсластитель мы добавляем по вкусу сахар можно заменить медом кленовым сиропом натуральным тростниковым сахаром гур например самый натуральный сейчас на российском рынке сахар сахараджи индийский можно заменить бескалорийным сиропом стеви сиропом топинамбура агавы патокой ячменным солодом виноградным сахаром все эти продукты можете найти в детических магазинах и в интернете также нам понадобятся удобные глубокие чаши одна для замачивания орехов другая для процеживания молока блендер в виде чаши или в виде стакана или измельчитель типа magic bullet он маленький очень мощный нам понадобится сито и марли справа внизу увидите уже очищенный миндаль в чашу блендера вот так он выглядит миндаль нужно обязательно очистить иначе молоко не получится кроме того миндальные шкурки плохо перевариваются в кишечнике они очень грубые приготовление орехи замачиваем на 4-6 часов или на ночь в обычной воде комнатной температуры затем очищаем от кожицы поддеваю кожицу ножичком и помогая пальцами рук если вам очень и очень некогда положите миндаль на несколько секунд кипяток тогда шкурки сами хорошо будут соскальзывать с орешек но ценность таких орешек конечно снизится так как высокая температура разрушает ценные витамины далее перемалываем миндаль блендере с водой но не до слишком мелкого состояния затем выливаем эту массу через сито и двойную марлю для этого на глубокую чашу ставим сито сверху кладем двойную марлю и туда выливаем эту смесь орех с водой когда все молоко стечет хорошенько скручиваем миндальный жмых марли отжимаем для того чтобы молоко было похоже на коробе можно добавить морскую соль или мед или тростниковый сахар как я уже говорила можно подогреть это молоко до 45 градусов соединить с размоченными крупами с гречкой овсяными хлопьями рисовыми хлопьями получится живая сыроедная веганская каша по желанию также можно добавить пряности корицу зеленый кардамон мускатный орех или шафран такое молоко можно готовить из других орехов из семян вот только кунжут например будет горчить хорошенько заранее вымочить его в воде можно готовить кокосовое молоко из кокосовой стружки кедровое из кедрового ореха или кедрового жмыха что же делать с оставшимся на марлей жмыхом ни в коем случае не выбрасывать можете добавить его в творожную запеканку или просто творог печенье салаты можно обкатывать жмыхе конфетки посыпать тортики не храните жмых дольше суток в крайнем случае высушить его в духовке по температуре до 50 градусов он вам может пригодиться например молотом виде виде миндальной муки или вы можете приготовить вот такие конфетки вдохновение с банановой начинкой для этого возьмите сухофрукты в равных пропорциях примерно по 1 3 стакана например финики инжир курага чернослив изюм возьмите банан кокосовый миндальный жмых оставшийся при приготовлении орехов молока около стакана пряности по вкусу например зеленый картомон корица имбирь и ваниль засушенные сухофрукты нужно замочить на 1-3 часа в зависимости от степени их засушенности но не до слишком размягшей консистенции они не должны быть жесткими сухофрукты нужно мелко-мелко порезать соединить их со специями и ореховым жмыхом можно добавить цветочную пыльцу лимонную или апельсиновую цедру внутрь каждой конфетки можно положить кусочек банана или орех и обкатать потом это все в обсыпки кэрм миндальный или кокосовый жмых кунжут или мак и вот ваше домашнее задание приготовить любое ореховое молоко и подзарядиться ореховой праной делитесь вашими успехами задавайте вопросы в нашей группе вконтакте пока пока